Привет моим девочкам, гостям моего канала. Вот мы и вернулись в Киев. Киев нас встретил с солнышком и хорошей погодой. Тепло, можно сказать. Вы не удивляетесь, почему я в шубе, потому что плюс 5 для меня после Египта вообще еще холодно. Но суть в том, что уже весна. То есть по ощущениям, по запахам уже весна. Ой, сейчас, у меня камера кривовастенькая. Так, я хочу вам рассказать, куда я еду, что я делаю. Ну, как обычно, во влогах, может быть, что-то полезное найдете у меня. Мне будет приятно. Я сегодня еду на одно мероприятие, на какое оставайтесь со мной, увидите. И хочу рассказать еще. Я хочу сейчас забрать матрас войлочный. Стоит копейки, но он мне очень-очень необходим. Для чего он мне нужен? После Египта у меня начала болеть спина. Демка весит 16 килограмм. А я его там постоянно носила. И, наверное, слегка подорвала. Я в ноябре, октябрь, ноябрь я проходила курс массажей. И я забыла вообще, что такое боль в спине. Звоню массажисту, говорю, мне надо перед Шей-Ланкой, ну, это я не ему говорю, сама себе думаю, что перед Шей-Ланкой надо как бы спину привести в порядок. А тут осталось 3 недели. Ну, думаю, пройду-ка я курс, наверное, из 3-4 массажей. Звоню массажисту. Он говорит, Аня, у меня прям все расписано, и плюс столов у меня нет. Единственное, говорит, ну, время могу где-то когда-то выкраивать, но стол не привезу. Я говорю, что делать? Говорит, иногда, когда вот клиентки просят не целый курс, а, например, как бы, ну, разово, там, несколько раз, ну, как в моем случае. Тогда, говорит, я прошу, чтобы покупали матрас, и я делаю, говорит, на полу с эффектом тайского, то есть это локтем по спине или даже коленом. Я говорю, а как, Лена, ты же меня поломаешь? Он говорит, нет, я все это чувствую. Ну, в общем, суть в том, что, во-первых, он не смог на этой неделе найти для меня времени и говорит, сама виновата. Я говорю, как я сама виновата? Я пораздавала его телефоны вам же, и теперь он говорит, твои же девочки рассказывают, что приходят от тебя, и, как бы, ну, у меня все занято. Я думаю, вот, вот, я советую, а сама, короче, осталась без массажиста. Поэтому я купила матрас для того, чтобы свою спину привести в порядок. Это я вам так рассказала, на всякий случай, если вдруг у вас болит спина, то массаж может помочь, потому что я думала, что массаж не поможет. Мне помог. Ну, конечно, разные случаи бывают, но я просто между лопаток, вот этот крестец болит, и шея, прям очень-очень здорово. Так, а как мне поехать? Еду я на одно мероприятие интересное. Ну, посмотрим, насколько интересное. Я в любом случае поснимаю, вам расскажу. Надеюсь, что интересное. И хочу вам рассказать, что я наснимала в Египте влоги, ну, для влогов материал, да. Начала монтировать, то есть один влог уже есть на канале, и я такая понимаю, что влогов будет и не один, и не два, три-четыре. Я вас спросила, вы говорите, да, давай, давай, я очень рада. Вот, поэтому тут будет перемешка. Уже и киевские влоги, то есть я имею в виду уже из дома, и египетские, чтобы вы просто не запутались и не думали, что мы еще на отдыхе, то есть мы уже вернулись. Так, это рассказала, это рассказала. А, самое главное, завтра будет мероприятие. Я буду вручать премию, но какую пока не расскажу. Тот, кто меня смотрит, наверное, знает. Я, наверное, в Инстаграм. Да, в Инстаграм я уже показывала пригласительный. Я обожаю снимать Инстастори, и девочки пишут, и я сама это ощущаю, это как мини-мини-влоги, то есть мини-влоги в Инстаграм. Поэтому, если что, подписывайтесь, там бывает интересно. Сама иногда прокручиваю все, на кого подписана, и смотрю Инстастори. Я обожаю Инстастори, мне так нравится смотреть, кто где бывает, даже если не бывают, даже если в Киеве просто снимают свою повседневную жизнь или какие-нибудь кафешки, или что-либо. Реально с этих Инстастори узнаешь много чего нового. То есть это очень здорово. И о человеке, и вообще какую-то полезную информацию. Все, у меня опять не влог, а болтология. Оставайтесь со мной, впереди два интересных мероприятия. Субтитры создавал DimaTorzok. И было достаточно много реакций на этот рахунок. И некоторые реакции были крайне незадоволенными, через то, что она взагалі подняла такую тему на загал. Профессионная барабанщица Киран Ганди пробегла дистанцию лондонского марафона без использования засобов жіночей гигиени, чтобы заоходить женщин, не соромить природных проявлений своего тела, не терпеть боль и не давать, как его не существует. Ну, тут такая довольно дивная история. Я не знаю, как она на это связалась. Я бы не побегла, честно скажу. Но, принаймні, вона снова-таки привернула внимание людей к этому вопросу. И Руби Каур, это поэтесса, девчина, которая выклала в Инстаграм фотографию с плямой крови на одессе, что смусила общество активно обговорювать вопросы, чем можно настолько отверто говорить о этих дней. На самом деле, добрый вечер всем. На самом деле, я, наверное, единственная из всех здесь сидящих в зале, которая на эту тему может говорить абсолютно легко. Это моя работа. И я на эту тему говорю, в принципе, каждый день и всегда. Ну, вот как раз по поводу праздника. Действительно, раньше даже у нас, в Древней Украине, был такой праздник, когда праздновали вступление девочки в возраст девушки. И на самом деле, это был праздник, который отмечался. Мама должна была по поверьям, вот когда произошла эта ситуация, выстирать белье, чтобы у дочки не было болезненных менструаций. У них тогда не было спазмолитиков, они стирали белье. Не удивляйтесь, почему у меня такой яркий макияж. Я сегодня это на мероприятие буду вручать премию. А вчера я тоже была, кстати, на одно мероприятие. Это была презентация для блогеров препарата обезболивающего. Это нож по комфорт, специально разработанная для этих дней, то есть для критических дней. И что мне еще понравилось, то, что там теперь они с оболочкой, и они не горькие. Я нож по не очень любила, как раз из-за этого вкуса горького. Даже если вы быстро глотаете, забиваете водой, все равно эта горчинка остается. Сейчас это нож в оболочке и две таблеточки. Если у вас критические дни, если они болезненные, то легко проглотить и запить водой, не запить водой. То есть когда оно в оболочке, можно и без воды запивать. Бывает такое, что воды нету, а таблетку надо срочно выпить. Но у меня такое бывает часто. Вот, мероприятие было очень интересное. Хорошие были спикеры, потом мы с девчонками пообщались. У нас уже такая была форма фуршета, можно так сказать, где мы за вкусняшками просто общались друг с другом. А сегодня я иду на мероприятие. У меня, я вам показывала в инстасторе, в инстаграме, такой пригласительный от Watson's, Watson's Edwards. И сегодня будут вручать премии. И я вручаю премию лучшей туши. Какая будет тушь, я еще не знаю. То есть я разверну конверт, прочту. И вот победителя определили, по сути, вы. Потому что проходило голосование, оно проходило в интернете. У меня на канале были видео, разыгрывалась коробочка. Ну, в общем, если вы смотрите меня, то вы в курсе всех событий. И вот сегодня я в препараде. Так как все-таки вручаю премию, надо выглядеть очень хорошо. Тем более, дресс-код Cocktail. У меня будет такое платье с открытой спиной. Такое очень красивое платье. Я вам дальше покажу его уже. И вот я сейчас макияж сделала самостоятельно, но укладку я решила не делать сама и записалась в салон. Поэтому сейчас поеду в салон. Мне сделают укладку и оттуда уже поеду на вручение премии. Так что оставайтесь со мной. Я надеюсь, что будет интересно. Я впервые это буду делать. Как это будет происходить, не знаю. Поэтому посмотрим. Забыла. Я хотела, чтобы вам обязательно-обязательно рассказать по поводу бровей. Кто меня также смотрит давно, знают, что что-то поменялось. У меня новые брови. Это не татуаж. Хотя вы знаете, что я уже сколько? Ну, 7 лет, как я с татуажем, делала коррекцию. И всегда была за татуаж. Буквально недавно я узнала. Я поехала к мастеру, к Янине. Я когда-то у нее была. Она, кстати, и сделала мне эти шикарные брови в плане, я имею в виду, формы. Раньше я смотрела свои первые видео. Солнышко светит. Так вот. По поводу бровей. Кто видел мои, может быть, одни из самых первых видео, у меня там брови-ниточки. Когда я попала к мастеру Янине, еще перед коррекцией именно своих бровей татуажных, мне Янина сделала форму бровей. Я отрастила свои брови по этой форме. И вот то, что у меня сейчас есть, вы видите. Благодаря ей. Потом приехал мой мастер, я сделала татуаж, и к Янине перестала ездить. Прошло время, уже сколько? Два года прошло. И у меня появилась серость. На, что ж такое, солнышко? Вообще как нехорошо, да? Ладно, пусть светит. Буду получать витамин Д. Вот. И когда я два года уже не ездила, не делала татуаж бровей, у меня появилась серость в цвете. То есть форма есть, татуаж есть, но вот этот серый цвет я не могла ничем закрасить. Карандашами разными, тенями. И он меня начал раздражать. Я решила, что я татуаж больше делать не буду. Пусть он выцветает. Выцветает, чтобы он вообще типа ушел. Тут вот мероприятие одно. Второе. Думаю, поеду-ка я к Янине, пусть она мне брови покрасит. Раньше я накрасила хной, но я думаю, хна, это классно, поеду. Я записалась к ней, поехала, и вот она мне сделала красивые брови. У меня столько комплиментов за последние два дня. Они, конечно, сейчас еще более яркие, потому что только покрасили их. Сегодня второй день. Третий, третий день, да. Вот. Краска держится 2-3 недели. И покрасила она мне не хной, а новой какой-то там краской. Ну, в общем, я, когда к ней попадаю, мне, в принципе, все равно, чем она меня красит. Я просто ей доверяю. И вот она покрасила, и я прям, не знаю, я такая довольная. Но это ладно, это я рассказываю свои впечатления. Что мне сказала Янина по поводу того, почему нельзя делать татуаж бровей, почему нельзя делать микроблейдинг. Потому что мы, оказывается, загоняем туда краску, то есть мы травмируем луковицы, и волосы в дальнейшем потом не растут. Что же будет потом? Сейчас все красиво, все хорошо, мы молодые. Проходит несколько лет. Естественно, циркуляция не та, рост волос не тот. И мы останемся с очень реденькими волосами, и выход будет один. Всегда их набивать. Поэтому по возможности надо оттягивать момент татуажа, оттягивать момент этого модного микроблейдинга. Правильно, да, я называю? Потому что я сама думаю, может быть, и себе сделать. Вот попала к Янине, она мне действительно рассказала все по полочкам, что делать этого категорически нельзя. Поэтому, девочки, кому советовала делать татуаж бровей, не делайте. По поводу стрелок, например, глаз, губ, ничего сказать не могу, потому что, ну, выцветает стрелочка и выцветает, то есть она не травмирует, да, как бы волосяные фолликулы. А вот брови, да. Поэтому я сейчас, можно сказать, с новыми бровями, я в восторге, в диком. Мне очень-очень нравится. Поэтому вот я решила с вами поделиться. Если вдруг кто-то надумал что-то делать, подумайте несколько раз. Это, конечно, ваше дело, ваше право. Ну, вот, как бы, что знаю, да, то и вещаю. Что-то новое узнаю, сразу вам рассказываю. Надеюсь, что кому-то помогу. Потому что вот мне Янина помогла, и я сразу же к вам. Всё, еду на укладку. Встречаемся уже на мероприятии. И сейчас для объявления победителя на эту сцену, я приглашаю Анну Запорожскую. А-а-а! У нас мама двоих детей. Я повторю это ещё раз. Мама двоих детей. Посмотрите. Успешная YouTube и Instagram-блогер. Она рассказывает о красоте, о моде, конечно, о детях, о мужчинах, ну и о различных женских хитростях. И теперь я с радостью представляю вашему вниманию следующую четвёрку номинантов. Vivienne Sabo Cabaret, Super Objet. L'Oreal Perfection, Volume Million Lashes. Maybelline Lash Sensational. Rimmel Wonderful, Wake Me Up. И вас сейчас попрошу, конечно, назвать, кто же становится победителем. Не добите нас, Анны. L'Oreal. Мы поздравляем победителя. L'Oreal Perfection Volume, Million Lashes. Приглашаем на сцену Инну Спирину, групп-бренд-менеджер L'Oreal Paris, мейк-ап-дизайнер компании L'Oreal. Ну и давайте, конечно, фотографию. Кстати, Анна, как блогер, заметила, что тушь потрясающая. Поверьте, статуэтки вас ждут. И вы очень надеялись... Мы определяем лучших. Мы награждаем лучших. В Азоте про это заботятся о здоровье и красоте в своих летах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok